Ноябрь месяц, когда хозяйки заготавливают капусту на зиму. Сегодня мы приехали в Терновку к Наталье Петровне. У нее это уже третья посолка поздней капусты в этом году. Какую срезать-то? Надо срезать, которая уже начинает белеть, беленькая. Если она зеленая, вот эта зеленая, она еще не налилась хорошо. Поэтому, да, не вкусно. Поэтому вот срежем. А сколько может весить такая? Килограмма два. Половина. Наталья Петровна рассказывает, растят капусту без химикатов, потому что для себя и для детей. От грядителей мы обрабатываем, конечно. Обрабатываем, стараемся народными средствами. Острый перец, нашатырный спирт, уксус, соль. Есть рецепты, проверенные годами. Поздняя капуста идет на засолку. Тут собирают по 100 килограммов с огорода. Солят, а потом угощают родных. И сами вечером с мужем угощаются под стаканчик домашнего вина. Для засолки в нашем хозяйстве мы выбираем поздний сорт, который идет на голубцы. Мы остановились на двух сортах. Заводовская и Алба де Бузел. Нам нравятся эти сорта, потому что они головки рыхлые, что нам и нужно для засолки. Вот так вот. Все. Вот это килограмма два, наверное, два с половиной. Давайте. Такая хорошая, больше моей головы, наверное. Капустная голова. А почему у некоторых получается рыхлая, такая сопливая капуста квашеная? Вот я такую покупала. Ну, это зависит от времени засолки. Вообще капусту солят после Дмитрия. Есть праздник Дмитрия Солунского. 8 ноября. И после этого праздника засоливается капуста. Посолить капусту можно быстрым способом. За три дня. Нашинковал в кастрюлю и под пресс на улицу. А если хочется настоящий молдавский рецепт с сохранением пользы, то без погреба не обойтись. Капуста солится целый месяц и проходит полный этап ферментации. А значит, становится полезным для иммунитета продуктом. Если у меня нет вот такой точилки или как называется... Шинковка. Не смогу посолить? Сможете. А чем нарезать? Руками нарежете, на досточке. Ножом. Тоненько, ножом. Кукуруза – это царица полей, а капуста – королева полей. Сегодня мы будем солить шинкованную капусту и для голубцов. Это делается из одного кочана. Только это надо правильно раскроить. Вилок капусты разрезают вдоль. Верхушка пойдет на листья для голубцов, а низ – с кочерыжкой. На засолку. Если вы на рынке, то для засолки берите каменные плотные вилки капусты. На крыжалке нужна рыхлая капустина. Я понесла. Ой, замечательно, давай. Солят капусту на веранде на свежем воздухе. На специальной шинковке нарезают. Такая была у каждой бабушки в селе. Кстати, хозяева такие старинные агрегаты берегут. Даже музей для всех желающих дома устроили. Вот на эту миску шинкованной капусты вот такая хорошая горсть соли. Соль должна быть обязательно каменная, не ядированная. Чем темнее, чем она более серая, тем лучше для соления. Все, больше ничего. Теперь легко, очень легко перемешиваем. Месяц капуста будет настаиваться в погребе. Мы прессуем ее в бутыльки и принимаемся за крыжалки. Мы теперь служим прямо в бочку. Ага. Пощу бочку. Листья для голубцов закладывают в бочку, на ведро воды всыпают литровую банку соли и заливают. Метод называется переток. Это когда рассол сливают и заливают по кругу весь день. Секрет состоит в горстке изюма. А что он дает? Он дает хорошее, правильное брожение. Потому что на изюме есть те бактерии, которые нужны капусте. И будущему рассолу. Это секрет. Никому не рассказывать. Хорошо. Раз уж такие секреты рассказали, то и в подвал на дегустацию точно позовут. Смотрим, как просолилась капуста первого осеннего сбора. Я знаю, что не хватает. Картошки жареной не хватает. Вот. А так вкусно очень. Сейчас капусту по традиционному рецепту солят и квасят только для себя. Когда все максимально натурально и по канонам посолочного дела. Так готовила бабушка Наталья Петровна и прабабушка тоже. Вот это уже готовая крыжалка, постояла месяц. Да, месяц. Вот из этого голубцы вертят. А мы попробуем. Уже и голубцы съели. Вкусно там. Даже без голубцов. В Терновке нам было вкусно. И главное, нам подарили рецепт и секрет самой удачной засолки актуального овоща осени – капусты.